Вот, крутится на языке, нет, уже говорю даже. Смотрите, какая надпись. Блиц-опрос от КД. КД – это клуб друзей, кто не знает. Вот, и он не один. И я могу судить об этом особенно после того, когда увижу все ваши работы. Это невероятная, мне кажется, художественная акция, связанная с роликами и с песнями, которые первыми начали делать в Москвах. Вот, хотя любительских было достаточно много еще и до этого. Всякие люди с аккордеонами, поющие песни «Белив». Вот, это тоже, я считаю, ролики. Но они вне программы, мне кажется, пройдут. А это все-таки специализированная акция. Поэтому очень приятно. И хорошая идея, согласен абсолютно с вами. Не терпится посмотреть, ручки потираю. Уже когда же можно будет набрать на клавиатуре. Вот, блиц-опрос, возьмите карточки, которые мне приготовил один человек. Вот, связывающийся с вами непосредственно в том числе. Поехали. Ты можешь проснуться рано без будильника. Я этим занимаюсь последние две недели. Встаю прям, я не знаю как, с первыми петухами. В данном случае петухи это 9 часов утра. Вот, просыпаюсь, иду в спортзал сегодня выступил так же. И бассейн, и даже в сауну. Спасибо. Хотел бы ты попробовать себя в роли рэпера. Я обязательно это сделаю. Тем более, что мелодикламация, это жанр очень старый. Я им занимался еще в Гнесинке. Это речитативы. Мои затруднения растут с каждым часом. Тот, значит, заступничество. Я так рассчитывал, любит мою жену и хочет на ней жениться. Видите, это все как бы жанр древний. Вот, я и в первом альбоме начинал как раз таки с R&B, когда все пока еще только наклевывалось. Поэтому, я поверьте, вас еще много чем буду удивлять. И себя тоже. Ты боишься конца света? Нет, не боишься, мне кажется, это будет весело. Сейчас меня осудят все сразу. Скажут, боже, ну что же это за богохульничество? На самом деле нет. Я думаю, что именно в этот момент, вот только в этот момент, все люди объединятся и наконец-таки будут говорить друг другу только хорошее. Они будут понимать и знать, что вот сейчас их всех не станет. И тогда уже кому-то не придется сомневаться, прыгать в последнем этаже или не прыгать. Тогда уже не будет выбора. На самом деле, пока, я думаю, этого не произойдет. Поэтому расслабьтесь, друзья мои, те, кто боится. Сколько ты хочешь детей? И тут написано про четыре. На самом деле, это четвертый вопрос. Не хочу просто разглагольствовать на эту тему, бросая бумажки, да? Потому что это все-таки блиц, а в это нужно углубиться, поэтому оставлю это без ответа. Хотел бы ты быть диджеем в клубе? Кстати, я себе купил установку, у меня стоит дома пульт и стоит профессиональная скрэйч-машинка. Вот. Я думаю, я все попробую. Я умею делать пич. Значит, у меня уже есть навык. Поэтому, друзья мои, буду пробовать. Ты любишь петь в душе или в душе? Да, очень люблю. Там очень хорошо звук отражается. Тебе стыдно за то, что ты опаздываешь? Иногда нет, иногда да. Но у нас зачастую даже бывает так. Например, еду навстречу, и мне звонят. И я как раз набираю номер, сказать, что я опаздываю. Мне звонят и говорят, ой, я опаздываю. Поэтому уже уравновешенная история зачастую. Вот. Но все-таки, конечно, стыдно. Но чтобы не было стыда, лучше не опаздывать. Ты опаздываешь. Последние две недели нет. Я уже сказал, почему. Хотел бы ты читать чужие мысли. Как это делал Мэл Гипсов в фильме «Чего хочет женщина». Но, мне кажется, он к концу фильма сошел с ума все-таки. А если бы это было в жизни, то... Не знаю. Может быть, иногда лучше не знать. Радиоэфир или съемка на ТВ. Общение с вами в данном случае. Чай или кофе. Сок – лучший друг человека. Квартира или загородный дом. Как квартира. Почитать книгу или посидеть в интернете. Почитать книгу в интернете. СМС или звонок. СМС, вот смотря на каком телефоне. На некоторых мне нравится, на некоторых мне не нравится набирать сообщение. Лучше звонок. Но иногда СМС. Иногда просто не хочется ни с кем разговаривать. Хочется просто попереписываться. Потому что вдруг какой-то момент можно, например, отключиться. Белый шоколад или черный? Я вообще не люблю шоколад, честное слово. Ну так, могу какой-нибудь. Смесь какую-нибудь. Шоколадные хлопья какие-нибудь. С молоком. Стервы или тихони? Вот видите, если я скажу стервы, все сразу, ну не все, но кто-то, ну кто-то, кто особенно яро, может быть, писал вот сюда, будут стервами. А мне так нравятся они, как люди. Иногда. Поэтому, не знаю, что-то вот такое. И холодно, и жарко, и, пожалуйста, попеременно. В данном случае, сервы и тихони, ну вот, чтобы это все. Чтобы это был такой характер разный. Коньяк или вино? Ну, в данном случае, наверное, вино. Секс или сон? Наверное, тут правильно расставлено по порядку. Секс и сон тут. Безответная любовь или брак по расчету? Не знаю, мне все кажется, все ближе и ближе мы своими рациональными мыслями приходим к тому, что все-таки брак по расчету почему-то. Ну, не знаю, ни то, ни другое мне особо не приличает. Хочешь сделать тату? Да, три раза порывался это сделать. Один раз, когда приехал в джим и увидел с новой татуировкой. Вот, я сразу поехал. Да, он как раз приезжал в Майами. Нет, в Нос-Анджелесе поехал узнавать по поводу тату. Но потом передумал. Это может быть даже и мое. Но я думаю, что все-таки конца света пока не будет, мы будем взрослеть. И потом вдруг эта татуировка будет уже не такая и все такое. Ну, понимаете эти мысли все, да, дурацкие? А пирсинг? У меня было давно проколотое ухо. Но уже не проколотое давно. Любишь фантазировать? Да. Фантазировать люблю. Завидуешь своим друзьям? Нет, вы знаете, у меня как-то бывает вот следующим образом. Я как-то все... Если друзья, то я так за них радуюсь. Если не друзья, то можно и позавидовать немного. Ну, что, дело-то простое. Проще паренной репы. Ты часто обманываешь? Нет. То есть, да. Теперь я обманывал, что по-моему, нет. Нет, я хотел сказать, да, это значит... Короче, я запутался. Лучше не обманывать, а то можно и запутаться. Ты злопамятный? Вот смотри, о чем идет речь. Если это совсем вот прям вот куда-то в душу, да, то, конечно, это никуда не денется. Обижаешься на поклонников за что-нибудь? Бывает. Бывает, но... Так же, как, наверное, и на меня, обижаться в каких-то случаях не надо. Что это либо момент не тот, либо что-то происходит на бэкграунде, либо, я не знаю, либо кто-то куда-то опаздывает. Поэтому бывает у всех, но это не панацея. Читать не буду. Ура! Спасибо за вопросы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!